В этом году мы создали новый проект. Это индивидуальная система мониторинга состояния водителя. Сейчас на моей руке вы можете увидеть браслет, в который встроен датчик пульса и датчик температуры. То есть данные с этих датчиков, благодаря ЕСП 8266, отправляются на созданный нами сервер. Испытывая скорее гордость, чем волнение, Камила Утигенова и Диана Мельникова презентуют свой проект, который уже высоко оценили на республиканском конкурсе. Девочки заняли первое место. У гостей, а в школе-лицее ОЗАД сегодня встречают учителей информатики из разных регионов страны, он также вызвал большой интерес. По словам учениц, именно педагоги и становятся одними из главных мотиваторов к созданию необычных проектов. Первоначально они придают нам мотивацию, в целом работу. Мы обсуждаем с ними идеи, потом убираем наилучшую идею, начинаем работать над этим процессом. Также они нам помогают, если у нас что-то не получается, они нам также советуют. Презентация IT-проектов учеников ОЗАДА – это лишь часть двухдневной программы для гостей. На разных площадках, в том числе и за круглым столом, они смогут обменяться опытом и даже принять участие в Олимпиаде по спортивному программированию. Получается, два года сидели в карантине, как бы все привыкли уже дома сидеть, никакой активности нет. Получается, когда организовывают такие вещи, становится очень интересным. Возвращаемся в свое русло рабочее. То, что приглашают, очень приятно. Идея проведения такой встречи, говорит директор Кустанайской школы-лицея ОЗАД, у них появилась давно. По республике работает 30 IT-школ, и было очень важно, чтобы педагоги встретились на одной площадке вживую. В данном направлении, скажем так, на сегодняшний день, это самое главное, это профессиональный рост учителя. И мы собрали именно учителей для того, чтобы они могли между собой заочно, так сказать, встретиться, поделиться своим опытом. У нас самое главное, есть что показать, что есть, что рассказать. По словам Рамазана Раисова, такие встречи они планируют сделать ежегодными. Это позволит лучшим специалистам в области IT поделиться опытом внедрения инноваций в учебный процесс. А это, в свою очередь, даст возможность развиваться и ученикам таких педагогов.